Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Посидим, поговорим, повяжем. В прошлом своем ролике я сказала, вокруг чего вроде мои вязальные мысли и потихоньку стала притворять в жизнь то, о чем наговорила. Ну, конечно, начала с мелочевки, потому что плечевые изделия возревают, кое-что уже прям вырисовывается, об этом тоже расскажу. Итак, взяв в руки моточки мерсеризированного или мерсеризованного, я когда-нибудь запомню, мереноса, шикарные моточки, из которых я уже вязала комплект, шапочку и варежки. Почему-то думала, что к остаткам не подойду, именно чтобы в этот комплект. Бывает так, да, все меняется. И когда-то это был такой моточек очень здоровский. Прикинула, хватит ли на шарфик. На шарфик хватит, на манишку, скорее всего, хватило бы. На шарфик, как я люблю, даже узенький. Мне нужен метр сорок пять, метр пятьдесят. Я не раз показывала, как люблю петелечкой носить. Чтобы и завязать, и закрутить, мне вот нужен особый размер. То не хватает, если уж прям совсем узкий вязать. Но это баловство, мне будет не к душе. И тогда я прикинула на носочки. Потому что изначально вообще думала креативные носочки связать. Но получилось шапкой и варежки. И сказано, сделано. Здесь рисунок разрабатывается специально. Типа полосок могло получиться. Типа таких уголочков могло получиться. Но у меня вот такая вот рябная. Думать, один? Будущий гольфец. Гетер. Я сама не знаю, что сейчас порассуждаем. Нет, два. И есть ли один? Я, кстати, уже не знаю, какой. Честно говоря, я уже не знаю, какой. Это надо заглядывать внутрь и считать узелки. Вот это не довязано еще. Видите, здесь петли не закрыты. Я только-только сняла со спиц. Не сняла со спиц. Я, в общем, связав эти гетер, начала вязать черные носочки. Сейчас мы к нему подойдем. Мне нужны были спицы. Ну да, сняла со спицы. Я пока для себя не решила. Так, мысль продолжалась. Значит, один гетер, наверное, все-таки гетер, связан из полноценного моточка. Не знаю, какой. Второй связан из одного крупненького такого остатка. А все остальное, это были, вы знаете, я набирала из вот таких вот штучек. Но у меня это получилось. Я рада. Все у меня просто комар носа не подточит. Несколько узелочков в каком-то одном. Даже не знаю, каком и знать не хочу. И когда я подошла, я еще не знала, кстати, заранее, смогу ли я выстроить одинаковые рисунки. Если бы я точно знала, я, наверное, спицами бы покрупнее начала. Тут посередине чуть поменьше. И, ну, чтобы они прям так по ноге, как икра. А с другой стороны, зная, что я так вот по ноге носить не буду, нога довольно-таки полненькая, я все равно их буду, ну, как это сказать, сжимать, сворачивать. Даже начинала, честно говоря, вязать, вот, на ноге будет примерно так, примерно, как ляжет, я ведь не знаю. В своей любимой гармошке я начинала вязать 4 рядочка изнаночных, 4 рядочка лицевых. Ну, как выложился рисунок, цвет-то приятный, цвет вообще волшебный, радостный, веселый. Но, тем не менее, не для этого, не для этой вязки мне показалось, я не знаю. Как-то рисунок, вот, гармошка здесь не получилась, я сама сгармошу на щиколотке. Поэтому я не расстраиваюсь, что у меня они по законам физики связаны, значит, и вообще, честно говоря, собиралась носок связать, прям вот так вот, представляете, носок. Но мне уж больно хотелось приурочить к тому комплекту, который у меня есть. Это в этот год я его выгуливала не очень много, мне нужна своеобразная курточка. Во-первых, светленькая, молочная, белая, может быть, розоватая, с закрытым горлом. И это будет просто песня, а не комплект. Потом, думаю, Таня, вяжи, насколько хватит, чтобы вот так как раз сделать такую чимачечую вещь на щиколотке. И здесь какая-нибудь обувочка. Но я не покупаю, в смысле, взять светленькую пряжу какую-то и связать чисто белой, вот эту часть, пяточку и стопу, чисто белым цветом. Тоже Ализе Супервош. Кстати, мне написали, что Ализе Супервош появилась в новых цветах. Мой добрый зритель, спасибо за информацию. Я ее с огромным удовольствием в масло, значит, продвину, потому что, может, кто-то знает, наверняка кто-то знает, а кто-то не знает. Ой, как уж там. Помню, ржавчина мне понравилась. Я вставлю скриншот, если найду. И вот там цвета-то розовые, что ли, лежат. Я прям читаю, говорю, надо же, Супервошка в новых оттенках появилась, это здорово. Можно не Супервошка, я просто это информация к размышлению. Кто любит Супервошечку, кто там какие-то запайски делает, кто может, хочет связать носочки цвета ржавчины. В общем, я уже прям собиралась, что я свяжу стопу однотонную. И потом понимаю, а у тебя хоть одна обувь полезет дома, когда вот отопительный сезон, неотопительный сезон, когда уже прохладно, я носочки ношу. И они у меня все чумовые. Носки у меня такие не тоненькие под сапожки, а полуваленки, полусапоги, полуноски. Пижамные, правильно, такие растоптыши. Грузпечки, если так прыгнуть, то прямо в них попадешь, как дедушкины валенки. Такие носки люблю. А вот сколько я тонких носочных изделий не вязала, сама я в обувь не ношу. Там, может быть, исключением были когда-то чуть-чуть великоватые сапоги резиновые, купленные специально за грибами. Но это было вообще в прошлой жизни. Я не помню, там я до носки как-то у меня лезли. Я даже на тоненькие-тоненькие носочки, колготы, вот у меня... Я так обувь люблю, я так как-то себя лучше в ней чувствую. Лучше уж там мех какой-то потолще в мороз, например, иметь обувь там с толстым мехом. Но только не вот чтобы носки, обувь. Это не моя история, хотя очень многие любят. И я понимаю, что вот связать-то я свяжу. Найти беленькую пряжу и связать стопу не проблема. Но буду ли я их носить? А терпеть не могу вещи, которые не носятся. А вот что я буду носить? У меня сто лет уже не было гетроф, гетроф, гетроф. Когда-то, помню, ходила на... Да, я ходила на аэробику. И там, значит, девчонка была... Там их много было, но одна-то моя... Черный купальник. Ты помнит аэробику в 80-х. И вот белые гетро. Как я хотела. Ну, тогда с пряжи была напряжёнка. И мама, у меня гетро-хочешь, будут. Но связала на меня какие-то полосатые. Да и купальник у меня был не чёрный. И я понимаю, что это был дискомфорт. Потом, спустя годы, я связалась с белые гетро. Ну, я уже... Я и аэробик, это были разные, в общем-то, планеты. И когда они им пригодились, кому-то я отдала. И думаю, ну, бог троицу любит. Пусть у меня будет третий раз в жизни гетро. Они очень хорошо подойдут к комплектику. Ещё говорю, может быть, не в эту зиму, может быть, в следующую. Но пусть. Просто с этой гетро подарить не проблема. Но мне хочется именно вписать в тот комплект, который у меня есть. И чтобы прям всё до последнего метрика извязать. Пряж мне очень нравится. Так, где у меня ещё? Вот всё, что у меня осталось, это вот. Такой хороший кусочек. Ещё лучше. И милипурненько. Просто нарастить гетро на несколько сантиметров я могу. Но, но... Уже одинаковым рисунком у меня не получится. Всё, здесь одинаковый рисунок закончится. Я уже секции-то поняла, как... По тому моточку, который шёл, как песня. Я поняла, как выкладывать. И всё, что можно было выложить, я выложила. Там надвязать их можно будет. Но рисунок сломается. Зачем мне ломать рисунок, когда он, значит, так хорошо себя ведёт. Поэтому есть два пути. Я, конечно, могу шапочек навязать. Помним, да? Начала Таня вязать мандариновые шапки. Ей написали. А зачем мандариновые-то? Вы считаете, что они мандариновые? Новогодний гурсол украшать? Да на ёлочку вешать. Что вы, Таня? На Пасху их раздают. Яйца их к окрашенке наряжают. Да, какая хорошая идея, сказала Таня. И стала вязать на Пасху, но нарядила молочай. В общем, вот к этим шапкам, то ли ещё будет, правильно тот сказал, можно связать. Но с другой стороны, правильно, правильно. Сейчас кто-то мне просто, Таня, значит, идею связать белый шарфик. Белый шарфик, да? А из этой пряжи сделать помпончики. Помните, у меня был ролик, как я шарфики вяжу? Я уже так не вяжу, конечно. Я уже даже забыл, что я так вяжу. Но ролик есть, как я шарфики вяжу. Начинаю с трёх или с пяти петелек. Смотря какая ниточка толстенькая, тоненькая. И прибавляю в каждом втором такой клинышек получается. Этот клинышек мы ведём до той ширины, которой нам нужен шарфец. И вяжем. То есть, сантиметров 10-15, смотри, какая пряжа толщиной, да? У нас уже шарф-то идёт, всё-таки клинышек, это уже шарф. Можно зацепить, подцепить, подвязать. А пряжи меньше расходуются. Одно дело, сразу набрал, ну, там, условно говоря, 35 петель и вяжешь. И другое дело, до этих 35 петель дойти, да? Уголочки-то на пряжу уже нет. И то же самое, потом, когда шарфик связан, сужать. Как я шарфики вяжу, есть у меня. Я не могу смотреть свои старые ролики. Ну, училась, училась тоже. Может быть, эти я тоже не могу, не буду смотреть лет через пять, никто её знает. Главное, идти вперёд. Те ролики были, типа, эти вообще прям хорошие. Так, значит, шарики связали. И на уголок сделать, значит, помпончик. Два достаточно. У шарфика два конечка, два помпона. Можно связать не уголком, а пришить несколько помпончиков маленьких. Даже на такое начало шарфули. Почему бы и нет? На несколько маленьких помпонов у меня здесь вполне хватит. А можно, ну... Мне кажется, тетя маленько выросла. Я не против помпонов. Я пойду. Потому что, если мне захочется шарф. В общем, если я куплю что-то там зимнее закрывающее шею, я вообще про шарф даже помнить не буду. И что-нибудь басику свяжу. Если все-таки шея будет просить покрывашки какой-то, да, вот, тогда у меня есть, значит, пряжа, возможно, не на помпоны, а вот так вязать, вязать, вязать белый шарф. И в одном... Можно начать с этого, не знаю, или закончить. И одно крыло у шарфика заполосатить. На фоне белой пряжи будет шикарно вот это все заполосатено. Прям великолепно. И это будет шарф к комплекту. Он сам белый, освежающий. И вот, как я в петельку шарфики-то завязываю, еще сколько раз показывала, да, даже вот в ближайшем ролике. Вот эти полоски, вот такой комплект будет. Найти белую пряжу совершенно не проблема. Вот, может быть, роза, но комплект такой шикарный, и мне он очень нравится. Помните, я его летом снимала, просто вот тогда-то я им наслаждалась. Кто еще в купальнике показывает мериносовое изделие, кроме Тани? Одним словом, одним словом, я решила для себя следующее. Еще ни кончики, ничего не спрятанное. Как я много про гетеро рассказываю, я понимаю. Но мы же с вами тут что? Кто котлеты жарит, поднимите руки. Вот. Кто, значит, квартиру выбирает? В общем, чонки, вы молодцы. Занимаетесь тем, чем надо заниматься. Тогда, когда я сижу и лялякаю. Но я вас развлекаю. У меня миссия. Так, помню, помню, да, под мои ролики все. Когда мне написали, что и правда. А я что, в руку, что ли? Распускается. Что, кто-то хотел распустить и забыл распустить? Жалко. Берите, распускайте. Прям нещадно сейчас все распустите. Даю установку. Даю установку. У кого не начиналось изделие, прям никак. Вот лежат спицы, значит, моточек воткнутый. Никак. Начинайте. Сейчас все пойдет. Пойдет. У кого продвижения нет, начинайте. Сейчас вот. Девчонки, как по маслу. Прям вот даю установку. Только давайте все бросать, свои котлеты. И спицы, 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 значит, берем. Вот. А у кого котлеты сейчас, это самое первостепенное. Забудьте про это. Жарим котлеты. Вот такие получатся. Слегка пересолененькие, правда. Слегка. Слегка. Кто влюблен, тот солит, солит, солит. Ну. Я опять забыла про что. Да. В общем, вот эти беленькие места я, скорее всего, распущу. Я все-таки сейчас еще посмотрю в этих остаточках, да. Хочется мне закончить беленьким. И свяжу резиночкой. В общем, у меня будут гетры, товарищи. Гетры. Давным-давно их не было. Надо к следующей зиме пару-тройки килограммчиков. Ну, ладно. Пять. Значит, распрощаться с ними. И в этом комплекте. Пуховичок, значит, какой-нибудь светленький купить. И такая вся я иду. Все люди, как люди, я красавица. Вот. Недовяз. У меня что-то в этот раз одни недовяз, ни одной готовой работы. На меня это не похоже. Ну, как ни одной. Есть одна готовая работа. Но пока не будет пара ее точнее. Так, девочки, если мы считаем носок левый, носок правый, это отдельные две готовые работы. У меня есть готовая работа. Но все-таки, наверное, здраво-то рассуждать пару, как пару носочную, да? Тогда у меня готовых работ нет. Принимам. Ну, нет, подождите. Полу принимам. В общем, гетры я довяжу, и они пойдут в комплект. Мне прям даже сама идея и понравилась. Вот. И поэтому здесь вот носочки тоненькие, это я точно в обувку-то запихаю. В какую-нибудь простую обувочку. Она тоже светленькую или темненькую. Не важно. Все подойдет. А это такие торчалки. Давно я так не носила. Прям что-то захотелось. Вот. Ну, а остатки пряжи я опять положу. Видите, с лета сколько прошло? Больше полугода. Может быть, так и шарфик родится. Хотя, вот, почему-то потребности в шарфульке у меня сейчас нет. Вот нет. А в гетрах есть. Еще вчера не было, сегодня есть. Это все ролик. Ролик вот с вами вчера поговорила, посидела. И, пожалуйста, нет готовых работ. Вон, какая готова работа у меня. Вон, какая готова работа. Как вот черное показывает. Значит, я вам говорила, что два моточка Милана. От Ярнак приготовила. Связать мужские носки. И там же я сказала, что у меня что-то черное пряжа. От Ярнак Милана. Но не то, что не нравится. Не трогай я пряжу другую. Там такого цвета у меня была пряжа еще. Милана. Она мне прям очень нравится. Мягкая, хорошая. Это какая-то совсем другая. И прям проигрывает на том фоне. И вот тут рубрика у меня писала. Девочки, спасибо вам за комментарии. Были комментарии такого направления, что у меня... Я спросила, у кого есть Милана, нескольких цветов. Кто держал в руках пряжу Милана разных цветов? Вы почувствовали разницу или нет? И вот писали, что никакой разницы нет. Что все мягенько, все хорошо. Такие комментарии были. И не один. Также были комментарии. Я попробую, может быть, что-то найти, заскринить. Но просто поверьте на слово. Мне обманывать нет никакого резона. Были комментарии, когда писали. Да, Татьяна. Милана тоже разная. Да и вообще, не только Милана. Пряжа разных цветов. Она бывает разная. Как там вот черная иногда. Как уж такое-то выражение было. Не красит, не пережаривает, не передерживает. Я иногда не запоминаю, но что-то там подкоптили. В общем, этим черным красителем. Даже дискуссия завязалась. Какие красители мягенькие, какие не мягенькие. Но я раз поставила цель связать мужские носки, я, конечно, свяжу. Так вот, одного мотка на один носочек хватает. Спица номер три у меня. И остается. Я из другого буду вязать, чтобы таких два остаточка. Это когда носки какие-нибудь буду полосатить. У меня два одинаковых остаточка останется. Можно это закончить и начать. Это может быть и здраво. Но так как я носки буду продолжать вязать еще, пусть у меня останется два одинаковых остаточка. Останется остаточка. И мне будет очень легко ориентироваться в следующей носочной паре, когда-никогда я свяжу. Что хочу сказать. Вот прям вяжу и думаю, вот правильно я делаю или нет. Держит резинку или нет. Вот черный показывает цвет. Очень неблагодарная работа. Я мужские носки, когда вот у меня есть цель, это я себе такие всякие вяжу сапоги, полуваленки. Женских-то можно отыграться. Но мужские, это я не знаю, во всяком случае, сейчас я такую цель поставила. Это минимализма, это прям похожесть на покупные, это сдержанность. Почему бы и нет. Я не знаю, как показать. Ничего не видно. В общем, знаете, вчера я, пока он еще был в процессе, в процессе, я, наверное, к пяточке что-ли подходила, сделала фотографию. Ой, я надеюсь, что я... Я иногда смотрю, если что-то там нормально видно, я оставляю, если нет, нет. Вставлю я ее сюда, и там видно, что начала я вязать носочки резинкой. Два на один. 24, 24, 48 петель набрала. Вот. Провязав 16 рядов, но это не имеет значения, кто сколько хочет, столько и провязывает. На стороне, задней, да, стороне, я перешла на лицевую гладь, а спереди продолжила вязать резинкой. Однако, мне нравится, когда вяжется резинкой, носочек очень хорошо сидит на ноге. Это прелесть. Но вот то, что потом считать надо ряды, хотя, говорю, мама, у меня не парится, она просто прикладывает. Прикладывает, и все хорошо. Рядом больше, рядом меньше. Мне нужны какие-то зарубочки. Я очень часто делаю зарубочки. Например, на поле лицевой глади один-два рядочка изнаночные. Такие перемычки, я их так называю зарубочки. Вот. Здесь же, может быть, устала я от этого, может быть, что, что хотелось повторить. Вот помните, как в зеленых изумрудных носочках я делала... Кстати, может быть, на зеленых будет лучше заметно. Сейчас, не расходитесь. Да, вот в изумрудных заметно. Только здесь резинка 3х2, в черных резинка 2х1. Уже вот это вот, ну, как сказать, поуже, да? И здесь у меня 4 рядочка резинки, 4 рядочка лицевой глади. 4 рядочка резинки, 4 рядочка лицевой глади. В черных же, в черных, я надеюсь, все-таки будет заметно на фотографии, 6 рядочков резинки, 3 ряда лицевой глади. И такие сегменты получаются, они тоже очень хорошо в натуре видны, на камере никак. И, как бы, свойства резинки, они остаются, но нам очень легко сосчитать, сколько вот этих сегментов навязано. Поэтому вот такие теневые рисунки, они мне очень нравятся. Поменяя количество рядов резинки, и по количеству рядов между резинками совершенно создаются разные рисунки. Смысл-то один, но вид другой. И на пряже, на разные пряже, по-разному смотрится один и тот же. Темп сочетания, ритм сочетания резинки и лицевой глади. Классно, замечательно. Прям, ну, я не знаю, в носочных изделиях прелесть прелестная, только вот на черном-то не видно. Я уже стараюсь извернуть, я уже не знаю, как извернуться, чтобы показать. Черный предательский не хочет. Ну, вот, когда мы доходим до мыска, тут несколько лицевых рядов, без всяких уже резинок, и закрываем мысок. Несмотря на то, что я второй носочек не связала, я постирала первый. Знаете, ну, ничего, правда, эта альпакушка там 80%, я уже не помню, сколько сейчас мы, 8, насколько я помню с ролика. Да, 8% альпаки, 20% шерсти, 8% вискозы и 64% акрила. Так вы знаете, у меня почему-то очень часто вяжет женский носок, после стирки он растянулся до мужского. А так как вискозы я прочитала, я так и думаю, что сейчас, значит, он вытянется, растянется. И я его сделала таких вот мужским-то мужским, но с какой-то тормознутостью, с прицелом на то, что вискоз немножко растянется, после стирки он будет большим. Ничего подобного. Вот когда этого ждёшь, не бывает. Поэтому немножко распушился, мне это прям понравилось. Будет видно или не будет видно. Ну, а как будет в носке, не знаю. Второй носок я, конечно же, свяжу, чтобы у меня была мужская пара. Они вот, ну, яки покупные, правда. Вот ничего я в них не могу такого сказать. Просто хочется мне в носочной коллекции, чтобы были мужские. Тем более 23 февраля. Будут хорошо носиться, хорошо. Будут плохо носиться, ну и пусть плохо носится. Не расстроимся мы, мы, Николай Второй, не расстроимся. И что свяжем? Просто я изучаю пряжу Милана. И, кстати, очень многие мне написали, мол, вяжи из Милана, кардиган на золотом крыльце сидели. Даже название есть. Мой добрый зритель. Так-то я говорю, все, бабушкин, бабушкин, на деревне, в смысле, да? Потом говорю, как сядут на крыльцо в этом кардигане. Я хотела сказать, что мне не нужен вот эффект новизны какой-то в нем. Тепленький, окутывающий кардиган. И сразу, значит, крылечный он получил название. На золотом крыльце сидели. С вами ведь не соскучишься. Даже искать больше ничего не будем. Крылечный кардиган или на золотом крыльце сидели. Почему-то, когда я первый раз показывала, все говорили лучше. Здесь вот образец Милана с кудряшкой такой бобинной. Я все показывала в прошлом ролике. Сейчас уже убрала, все расставила. Лишний раз. Вот этот ролик заканчивается. Вот так оглядываешься. Вай, вай, вай. Уборки там. Это все классно. И почему-то первый раз сказали, не надо никакую кудряшку. Я же в апреле еще показывала эти образцы. Вызнакомилась с пряжей Миланы. А сейчас наоборот. Давайте с кудряшкой, потому что как-то и светлее, и уютнее, и освежает. И вообще, и вообще. Так что, кто ее знает, ну, что касается плечевых изделий, то есть, понятно, что мелочь пузатую я буду вязать. Что касается плечевых изделий, побеждает два. Это вот, значит, кардиган. Хотя вру. И с Джилонгом, мне говорят, вижу, Татьяна. Безрукавку идею поддержали. Кто-то, правда, за платье. Вы давайте подумайте. Еще платье будет шикарное. В общем, там думаем, хотя хочется. Все, что я показала, хочется. Значит, кардиган бабушкин побеждает. И вот этот зеленый хлопочек. Я уже даже прям в секунде от того, чтобы положить все свои 10 моточков. Так, сколько, кстати, метраж это, Таня? 115, 10 мотков. 1150 метров. Мне в притырочку, без рукавов, хватит. Побеждает это зеленое изделие. Вам очень понравилась идея с пуговицей. Она у меня самой родилась, ну, внезапненько-внезапненько. И она мне тоже очень нравится. То есть, вот такого цвета изделие. И рыжие пуговицы. У меня их несколько. Это я просто пылесосила, нашла пуговицу. Так вот, ой, я еще больше хочу. Так как, вроде как, метраж-то маловатенький. И у меня такой еще серый цвет есть. Я показываю в прошлом ролике, все показываю. И я уже хотела было скомбинировать зелень с серостью. Тут сразу серость, прости. Я обожаю серый цвет. Я из него что-то свяжу. Но именно в этом сочетании мы отпустим серенькое в отпуск. И я все-таки что-то свяжу с желто-зелененьким. Кто-то говорит, как хорошо, дырявенькое давайте, значит, вяжите. Все, класс, класс. И я тогда свои мережки вообще, если все, в мережку связать. Это будет такая, знаете, полумайка, что ли, может быть. Но на застежке. Вещь с коротким рукавом. Футболка не футболка, майка не майка. Но это здорово, это же хлопок. Дырки-то хорошо, девочки. Замерешу я все. Но когда в этих дырках мои телеса будут просвечивать. Тут не говорите мне там про комплексы, про все. Это дело не в комплексах. Дело, надо знать про себя все, понимаете. Но другое дело это расположить дырки там, там, где пусть, может быть, что-то посверкивает. Я мережку обожаю. Но это не значит, что я должна вообще везде. Посмотрите, какая пряжа. Посмотрите, какая пряжа. Что шнурковый. Ленточный хлопок. Это вещь. Есть отдельный ролик про него. Добрый фейк подарил. Пряжа мечта. Пряжа мечта. Так вы знаете, тут одна лицевая гладь. Опять она. Она красивая. Она красивая. Резинка чисто символически. Тут абсолютно. Ну, вы знаете, когда я этот образец... Я так ведь его еще не отпочковала. Представляете, он у меня так к моточку и привязан. Я отпочковываю, когда точно знаю, что пряжи хватит, какую бы идею я не воплотила. А когда я знаю, что пряжи впритык, это... Ну, если хватит, карман. Я же частенько образцы в контакте, я, значит, отвлекаюсь. Так вот, я обратила внимание именно на платочную вязку, когда вязала этот образец. У меня еще подруги тоже. Жойтань, мережки, значит, дырки. Они прям все больше и больше вяжут. У меня прям консультанты появились. Вот. Я говорю, ну да, хлопок, ветер, дырки. Я все понимаю. Вот я все умом понимаю. И все вы правильно говорите. Ну, почему я не могла отлепиться от платочки, я не знаю. И меня посетила идея... Я очень люблю просто платочкой связанные вещи. Пальто, например, у меня есть, да? Есть ролик про пальто. Можно посмотреть. То пальто, что называется. И давно я не вязала что-то просто платочкой. Кто-то скажет, а не она больше ест. Да. Но эта вещь будет коротенькая. Без рукавов. Прям взять пять мотков на спинку. И распределить, значит, пять мотков на две полочки. И, может быть, не делать нахлёст. Я помню про застежки. Нет, рыжие пуговицы. Если бы не рыжие пуговицы, я вообще бы джемпер уже вязала зеленый с серым. А прям так впритык. У меня были такие вещи, очень часто я вязала, когда ещё Ютуба ничего не было. Сшить. Ну, не расстёгивать каждый раз, а эти ложные такие застёжки. Вот, чтобы пряжи хватило точно. Мне не нужно одно на другое. Я знаю, что я расстёгиваю. Если эта вещь без рукавов, я ничего расстёгивать не буду. Я влезла в неё как в футболку и пошла. Прям сшить здесь. И пуговицами рыжими это место, значит, ну да, вот оно самое. И вот это, я понимаю, будто это моя вещь. И тут приполучаю. Кто скучает по моим соседям? Кто в них влюблён? Кто говорит, Аня, зовите в гости. Ещё знаете, в каком подъезде, на каком этаже. В ролик они хотят. Я не знаю, что они хотят. Вот то, что я уже хочу, я точно знаю. Итак, значит, когда я... Эта идея, она во мне живёт. Просто платочка. Представляете? Прямоугольник, спина, платочка. И два прямоугольника, платочки здесь. Сшиваем до тех пор, когда приличненько. Пусть уголки валяются, лежат, как им нравится. Вы представляете, как это... Это тот минимализм, который я обожаю. Это та простота и примитивность, которая моя. Вещь бы... Может быть, даже на плечевые швы, ну, немножко зазадачиться. Ой, на скос плеча плечевые швы. Скос плеча. Но в платочке это будут места точно видны. А может быть, на это... Видите, какая пряжица. Она же такая прям вся вот такая. Она вот ляжет, как надо. Как надо. Вещь без рукавов. И даже, наверное, плечевые швы. Это вообще будет... Представляете? Три прямоугольника. Большой и два маленьких. Здесь вот так сошьём. Ой, я не знаю. Когда я получаю комментарий, Таня во всём образце, мой взгляд упал... Вы понимаете, как бывают люди одной крови? На платочную. Да, мережка ваша красивая. Там, я не знаю, резинка ваша красивая. Это не моя, это просто резинка. Но у меня, значит, взгляд упал на платочку. Я, как и вы, люблю платочку. И прям вижу всё изделие платочкой. Вы знаете, как из недр моих вот этих идей, которые уже вроде ушла. Потому что я переключилась на идею с серой, с выглядывающим этой же пряжей серым цветом. А потом пуговицу нашла. Говорю, нет, серый по сторонке подождёт. Но модель не сложилась. В общем, я сузила пока идеи свои до двух. Это на золотом крыльце сидели. Тоже уже есть и пуговицы, и всё. Но они-то коричневые, другие я в том ролике показывала. Вот. И, значит, вот эту майку. Вот эту мочонку летнюю. Уже не джемпер, ничего, мочонку. Я их Эйвардом свяжу, и круглой кокеткой свяжу. Но вот я почему-то просто... Девочки, я позрею. Я не спрашиваю совет, ничего. Я вот с вами просто мысли вслух. И так я хорошо дозреваю. И всё у меня будет замечательно. Вот, значит... Эта идея может уйти. Уйти, там её аукой, не аукой, она не вернётся. А может вот закрепиться. Может закрепиться. Что касается кругленькаша. Даже можно, я показывать не буду. Там, значит, я работаю над полочкой. У меня всё-таки нужно огореть в феврале одну полочку. И начала я уже ритм убавок. Убавок вязать. Сужаются же петли. Всё меньше и меньше. Можно было сесть и за вечер эту полочку связать. Но я поняла, что количество петель... Вот я через 4 ряда на 5... Так, в каждом четвёртом ряду, неправильно я сказала. В каждом четвёртом ряду убавила на лицевом, на изнаночной связала раз, на лицо связала два. Да, в каждом четвёртом ряду стала убавлять. И понимаю, что количество петель, которые у меня убавятся, наверное, будет ещё на шею наплывать. А мне же нужно ещё планку. В общем, я немножко ошиблась. В каждом втором это я прям уведу разрез, который негармоничен будет в общем и целом. От какого-нибудь летней футболки изначально так задумать можно было. И я опять распустила. Два шага вперёд, пять назад. Такое бывает. Поднимите руку, у кого так бывает. И я сейчас выбрала путь тоже, я не знаю, правильный или неправильный. Я остановилась там, где надо остановиться. Мне нужен вырез, который можно носить без всяких подъёмок. С этим я, да, это я уже сужу по спинке, которая немножко постиралась. Я там нахожусь. Мне теперь вот надо такой ритм выбрать, чтобы потом с учётом планочки, чтобы всё. И я попробую сегодня, попробую, загадывать не буду. В каждом четвёртом, в каждом втором. Я так никогда ещё не убавляла. У меня обычные убавочки здесь идут как-то вот, ну, грациозно. Я убавляю сколько мне надо. Очень часто бывают так, может быть, так сделают. А потом пойду вообще прямо без убавок. И вот горловина не так идёт, а вот так и вот так. Так тоже здорово. Но в круг келькаши я вижу вот такую прям галочку, которая спокойненько, спокойненько расходит. Свообразная горловина. И я попробую сегодня, потому что уже другого не дано. Я не знаю. В каждом втором ритм, значит, это очень крутой для меня ритм. В каждом четвёртом я мало убавлю. По количеству петель я так вот рассчитала. По количеству рядов, сколько мне будет убавлено. А что, приходится считать. Да, Таня тоже такое бывает. Вот я это количество петель присоединила на шею. Я понимаю, что в сумме от двух полочек у меня что-то не то. И я попробую сегодня четвёртым во втором. Четвёртым во втором. Муки творчества, как пишете вы. И если это будет тот вариант, если будет не тот, я уже не знаю, что делать. Это только остаётся связать из кашемира, значит, увалять это всё в стирке, потом вырезать, может быть. Но это я, конечно, дуркую. Вот. Если я на правильном пути, то полочка будет готова. И тогда я себе... Вот почему у меня не крыльцовый кардиган не начинается, не зелёненькая вещь. Это всё таракашки думки-то думками. Тем более здесь вообще заморачиваться не надо. Какой-нибудь простой связать, простейший, и всё. Кардиган. Мне лишь бы вот окунуться в него. Знаете, как будто он вообще с чужого плеча и так далее. Это у меня знак. Довяжи хотя бы полочку к руке лькаша. В общем, позволю себе плечевое изделие я начать исключительно после того, как свяжу полочку у своего кашемирового чуда. И тогда я заряжаю. Заряжают. Я беру корзинку, положу туда все 10 моточков хлопка. Обязательно туда пуговички в мешечке, которые вот у меня уже здесь. И вяжи не хочу. Это как-то так согревает. Пуговицы мотаются. Весь сезон вязания пуговицы мотаются у меня в корзинке. Я так люблю, они так хорошо вяжутся. Когда еще вещь вяжется, а фуговицы нет, потом куплю-куплю. У меня как-то тоже вяжется, но душу греет, когда все уже готово. Как-то так. Мои дела вязальные обстоят. А вас как? Пишите в комментариях. Все потихонечку, все полегонечку. Меня почему-то очень обрадовала идея с гетерами. Хотя, говорю, ее не было. Вообще ее не было. А вот сейчас, видите, с вами прям проговорила идею с помпончиками, которые... Но я их пока делать не буду. Я их сделаю, а потом вот не захочу я помпоны на шарф. Мне захочется просто белый шарф с полосками. Но с другой стороны, если будет белый шарф с таким полосками, то он будет только к этому комплекту. А если будет белый шарф со съемными помпонами, и снял их, например, там же узелочком завязать помпоны. И тогда можно носить белый шарф уже без привязки к комплекту. Я подумаю. Может, вообще эту идею выброшу, если будет хорошо, закрыта горловина, и вообще не надо шапочек. У меня такого комплекта еще не было. Шапочка, варежки и гетеры. Нужно довязать гетеры. Это дело, ну, просто там спрятать кончики вечера, наверное. На вечер у меня кругелькаш, гетеры. В общем, все как у всех. Все как у всех. Сегодня я вопрос отвечать не буду, потому что полчаса наши вышли. Да там и вопросов-то особых не было. Я лучше подсоберу вопросика 2-3 в какой-то ролик. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. Спасибо, что посидели со мной. Спасибо, что дали мне свою энергетику. Я тоже делилась с вами своей щедро. Прекрасных вам рабочих будней, у кого выходные отдыхалочки, у кого отпуск. Вдохновение на вязание всем нам. А то я тут читаю, там читаю. Вдохновение на вязание пропадает. Бывает, бывает. Да и что же, вы, главное, не печальтесь. Делайте вид, что вы даже его не ищите. Прекрасно. Вдохновение ушло в отпуск. Имеет право, имеет. Прямо даже пожелайте ему приятного отдыха, своему вдохновению. Не ищите его, не дергайте. Ну, дайте пацану отдохнуть-то. Отпуск закончится, он сам по вас соскучится. Если вы будете делать вид, что как-то без него и ничего. Книжки читайте, я не знаю, там, журнальчики листайте, воркой займитесь, да, там, что ты. Удохновение на вязание, нифига себе, да по мне не скучает. Тук-тук, здравствуй. Ты не ждала, я приперся. В общем, что бы то ни было, девочки, всему радуемся. Всему радуемся, наслаждаемся. Огромное спасибо за внимание и до новых встреч. А они обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова